Здравствуйте! С вами программа «Нескучная классика» и я, Сатя Спивакова. Наша программа откроет вам некоторые музыкальные тайны. И я уверена, вы поймёте, классика скучной не бывает. Музыка природы свободна в выборе звуков. Гром, свист ветра, плеск воды, пение птиц. Художник свободной музыки, подобно соловью, не ограничен тонами и полутонами. Он обращается к тем же самым законам, что и всё искусство природы. Так писал о новом музыкальном искусстве Николай Кульбин, автор первого манифеста русского музыкального авангарда. У меня в гостях музыковед Всеволод Задирацкий и пианист Александр Гинзин. Здравствуйте, Всеволод Всеволодович. Здравствуйте, Саша. Здравствуй, Саша. Будем сегодня говорить о таком стиле, как музыкальный авангард. То есть о том течении, которое возникло в начале 20-го столетия. Где-то в 10-х, 20-х годах. Это длилось где-то до середины 30-х годов. Потом это как-то стало располагаться. Да, длилось затуханием. Именно вас я пригласила в качестве почётных гостей. Вот почему. Потому что ты один из, в общем, немногих пианистов, которые наряду с абсолютно традиционным, классическим, большим репертуаром фортепианом, скажем, часто балуешься исполнением этой музыки. Ну а вас, Всеволодович, вы не только специалист и не только музыковед и, можно сказать, историк этого периода. Вы сын одного из ярких представителей именно вот тех людей, о которых сегодня пойдёт речь, и которые писали в жанре авангарда. Давайте вспомним сначала, откуда возник, что такое авангард. На самом деле это французское слово авангард, которое переводится «передовая охрана». И термин это абсолютно военный. И к искусству его впервые применил никто иной, как художник Александр Бенуа. После выставки 1910 года, когда была выставка «Бубновый валет», он её применил в несколько ироническом стиле, но она закрепилась вот за всем этим течением, будь то в живописи. Знаешь, как часто это бывает касаемо всех подстилей, потому что большинство из этих названий, и символизм, и футуризм, и кубизм, они первоначально были употреблены именно в ироническом стиле, или критиком каким-то, или кто-то где-то, что называется, ляпнул. И всем это сразу понравилось, и название оставалось в истории. Но потом это закрепилось, потом закрепилось, как нечто обобщающее все усилия по реформированию музыкально-грамматических оснований. Вот это очень важно. А для чего нужно было именно в начале 20 века, откуда возникла эта потребность реформировать реформировать вот уже устоявшиеся музыкальные формы и музыкальные основания, как вы говорите. Также художественные. Да, конечно. Поэтические, архитектурные. Это было и в живописи, и в поэзии, и в музыке. Но в России это было гораздо более радикальным течением, потому что авангардисты в России, они не просто искусство хотели переделать, они мирозданием занимались, мироустройством занимались. Совершенно верно. Я думаю, что именно русский авангард – это самое удивительное явление в европейской культуре начала 20-го столетия. Он ярче всех других авангардных прорывов. Это были люди, которые не хотели принимать тезис о том, что искусство не имеет прогресса. Оно же не имеет прогресса в том смысле, в каком оно имеет в науке или в инженерии. Новое не поглощает старое, не опровергает его. Старое продолжает жить и существовать. Мы бы лишились всех музеев, если бы объявили прогресс в искусстве. Нет, прогресса нет. Есть накопление качества. Но есть прогресс в ментальности. Вот менталитет меняется. А почему он меняется? Потому что произошли колоссальные взрывы социального, потрясения, собственно, общемирового масштаба. И эти взрывы произошли именно в России. Это русские революции. Две революции 1917-го, и особенно, конечно, Октябрьский переворот. Вот этот гигантский эксперимент, он, конечно, поразил пространство и Европы, и мира. И в этом новом пространстве социальных сущностей надо было найти какой-то адекват, какую-то новую интонацию. Старая гармония, старый тип, удобные логики, аполлонические красоты старой музыки, они не отвечали диким напряжениям нового времени. Давайте попробуем разобраться, с чего все началось. Да, давайте. Романтизм начал распадаться где-то в 70-80-х годах 19-го столетия. То есть те какие-то эмоциональные, идейные понятия, которые в романтизме, опять-таки, были гармоническими, они потеряли свою гармоничность и стали растворяться в символизме, стали дальше растворяться, наверное, в модерне, в полном каком-то отрицании какого-либо сюжета или эмоционального начала. И, в общем, пришли к супрематизму, к плоскостям. А дальше, если хотим, можем строить линию уже в кубизм, модернизм. Да, это понятно. Просто везде, во всех, так сказать, путеводителях по этому времени, во всех огромных лекциях, книгах, написанных об этом времени, считается, что Скрябин был предтечей всех этих композиторов, которые творили в стиле авангарда в начале века. Как вам кажется, почему именно поздний Скрябин вот так был некой такой, как сейчас принято говорить, иконой для тех, кто занимался... Ну, потому что именно в поздний период своего творчества он приступил к реформированию музыкального языка. Гармонической системы. Конечно. Он предложил иную гармоническую систему, иную природу аккордики, что очень важно в музыке. И это стало, конечно, истоком вообще новейшего интенсионного отражения мира. Совершенно новые эмоции возникли, новые смыслы, новые, ну, как принято говорить, новая семантика, так сказать, звучание. Вот он открыл какой-то новый совершенно излом после романтического периода музыки. Я сейчас вспомнила Пушкина музыку, я разъял как труп. Давайте вспоминать, с чего что начиналось. И, в частности, мне хочется остановиться на такой, в общем, фигуре абсолютно забытой. Михаил Матюшин, который был не только скрипачом, но еще и художником. И написал он оперу, которая считается, вы меня поправите, если я не права, первая опера, заявившая о русском авангарде музыкальном, а именно победа над солнцем. Либритистом был Крученых, который был поэтом той поры, может быть, не самым крупным представителем... Тоже авангардной поэзии. Ну, авангардная поэзия. А декорации делал Казимир Малевич. И это опера, в декорациях которой впервые, еще до того, как он официально был представлен, появился «Черный квадрат». И «Черный квадрат» там был именно как нечто, что должно победить солнце. Но вот прежде, чем мы послушаем фрагмент, я хочу спросить, а зачем надо было вдруг побеждать солнце? Что в солнце плохого? Победить историю, победить прошлое. Да, абсолютно. Это отвержение, так сказать, традиции. Снятие привычных представлений. Отвержение их. В общем, в чем идея? Прошлого нету, настоящего как такового нету, есть только будущее. Будущее, да, будущее – это система координат, будущее – это что-то условно неизвестное, чего на самом деле никогда не будет. Потому что оно как горизонт будет все время удаляться, уходить. Что самое главное, что представляется человечеству. Вот на что мы прежде всего обращаем внимание – на солнце. Давайте его отрицать. Давайте посмотрим и послушаем фрагмент этой оперы. Михаил Матюшин «Победа над солнцем». Пожалуйста. Детинцы Сузерцога Будиславы есть свой подскоччук. Он позаботится, чтобы Говоровьи и Пивавы шли гладко, не брели розно, но достигнув княжевну над слухатаями, уберегли блюдняк Сузерцога от гнева с устали. Сматраны, написанные худогом, создадут передею природы. Места на облаках, и деревьях, и китовой мели занимайте до звонка. Звуки, несущиеся струбарни, долетят до вас. Бальзумен встретит вас. Гриза свист пенествора наполнит Сузерцога. Звучали, повинуются Гуляру-Валяру, семена Будиславля полетят. Жизнь. Сузерцога есть ста. Будь слухом ужас, Сузерцога. И смотря-ка! Будь слухом ужас. Будь слухом ужас. Матюшина, мы послушали исключительно из-за того, что мне хотелось, чтобы зрители этой студии и телезрители поняли бы, что такое создать оперу авангардную в 20-х годах, что это такое было. А еще я хочу поговорить о таком композиторе, в общем, очень важном, насколько я понимаю, для русского авангарда, как Артур Лурье. Да, вот, очень интересная фигура, очень интересная фигура, как и творчески, и по-человечески. Вот, ведь он дожил почти до 70-х годов 20-го века, и умер в достатке, славе, любви и уважении в Калифорнии. Вот, человек, у которого было чутье, когда надо убегать. Это удивительно. Вот, он менял места жительства 4 или 5 раз. Вот, и всегда делал это вовремя. Потому что те, кто оставались на этом месте на 2 месяца позже, они или погибали физически, или погибали морально. А после революции он очень быстро переориентировался, именно политически переориентировался, на другой образный строй. В частности, да, его знаменитая пьеса «Наш марш», тоже для рояля и чтеца, на стихи Маяковского, музыка Лурья. Он был фигурой, которому доверял Луначарский. И, собственно, был одним из первых композиторов, который был послан в служебную командировку на Запад, для того, чтобы набираться там опыта. Где он успешно и остался. Так что он как раз ориентировался во времени очень быстро, всегда писал на злобу дня и вовремя исчезал. Не все были такими. Вот, да, например, его совершенно человеческий антипод, да, это Рословец, который просто по-человечески был человеком очень достойным, в хорошем смысле упертым, вот, и верящим в то, что он делает что-то серьезное, и не хочет это разменивать, да, на те мелочи, которые вокруг происходят. За что он и пострадал. Все дело в том, что именно в 20-е годы параллельно рождалось совершенно новое, иное течение, так сказать, связанное конкретно с революционными догматами, если угодно. И это была, так сказать, пролетарская культура новая. И, конечно, все эти продолжатели, так сказать, инерции Серебряного века, все эти истинные профессионалы, утонченные люди, так сказать, которые искали новый язык, новые меры, да, звуковые, абсолютно. Они были совершенно чужды вот этой прагматике революционного, условно говоря, пафоса, на самом деле, так сказать, примитивизации. Революционной примитивизации искусства. И фактически сложилась ситуация таким образом, что к 30-м годам они просто сошли со сцены. Но их задавили, что называется. То есть их увели из сферы внимания, из сферы слежения за их творчеством, их существование. Но у нас в стране. У нас в стране, естественно. Только у нас в стране. А поскольку страна уже была закрыта к этому времени, то и выйти это искусство никуда не могло. Ты обещал сегодня поиграть. И первое, что я хочу, чтобы мы здесь все услышали, это именно произведение Артура Лурье. Что это за произведение? Я буду играть прелюдию из музыки, из его музыки к драме Хлебникова «Ошибка барышни смерти». Произведение очень интересное, которое несколько раз пыталось быть поставленным. И в результате единожды было поставлено в театре Мейрхольда в 1917 году. Наверное, это планировалось, чтобы это была орхестровая история, орхестровая версия. Но на фортепианной версии все завершилось. Мне в свое время попалась рукопись этого произведения. Его нету в напечатанном виде. Я попросил друзей набрать текст, чтобы это было читабельно. И с большим удовольствием в прошлом году много это играл. Итак, прелюдия из музыки Лурье к драме Хлебникова «Ошибка барышни смерти». Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Лад фактически Субтитры создавал DimaTorzok ДimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Да, это железно организованное Субтитры создавал DimaTorzok Что важно, он был высоким профессионалом. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok А потом, я так понимаю, что их растерли. Субтитры создавал DimaTorzok ДimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Который все-таки был на 20 лет его моложе Вот, а он был папа Александр Да Я хочу сыграть одну из его прелюдий Из опуса пять прелюдий Субтитры создавал DimaTorzok 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 Как принято говорить Но начиная с того, что удивительный факт Совсем еще молодым В течение года Всеволод Задирадский был Учителем музыки Цесаревича Алексея Это было в 15-16 годах И я так понимаю, что этот факт биографии Он ему потом очень сильно Отзвучал Дело в том, что это не единственный факт Его биографии Противоречивший Всем догматам, так сказать, того времени Он был просто-напросто Офицером добровольческой белой армии Деникина И прошел с этой армией Весь ее страшный путь И он не был расстрелян Потому что он был пленен Только потому, что сам Дзержинский Случайно, находясь в том же самом помещении Перед, так сказать, их, видимо, грядущим уничтожением Всех собранных там людей В усадьбе старой Слышал, как он играл на рояле целую ночь Сказал, принесите документы того, кто играл Документы принесли И он на них написал Сохранить жизнь Подробности его биографии вообще неимоверны И аналогичной композиторской биографии нет Вообще нигде в мире нет Не существует Ну, достаточно сказать, что он был Трижды его арестовывали Его арестовывали в 21-22 годах Арестовывали, выпускали Арестовывали, выпускали Потому что вот эта надпись Дзержинского Это же надпись Бога Бога Это их останавливало Его выпускали В 26-м году его арестовали Но собрали все им написанное И подвергли уничтожению И мы не располагаем абсолютно ни одной строкой Из того, что он создал до 26-го года Получается, что рукописи горят? Ну, еще как Во всю его жизнь существовало строжайшее распоряжение Да, жизнь-то мы ему сохранили Но этот чертов белогвардейец Он не может существовать так, как все существуют в наше время Его надо закрыть И его закрыли Он был членом Союза композиторов От момента его основания С 32-го года Но именно Союз композиторов И следил за тем, чтобы он Никогда не исполнялся Не публиковался Ни одной строки его не было при жизни опубликовано Представьте себе Это для музыканта высшего ранга Он многие годы проработал в детских садах Например, воспитателем А потом его арестовали в третий раз в 30-е годы В 37-м В 37-м году его арестовали Конечно, естественно Как врага народа А вот когда он был арестован в 30-е годы Он написал Хорошо темперированный клавер Про Люди и Фуги Он был первым, кто... Да Он к тому времени, когда он попал в Колымский лагерь Он был уже опытным сидельцем Там он сразу понял Что надо, кстати, создать ситуацию Какой-то центральной фигуры из себя Каким образом это можно было сделать? Рассказывать что-то Он был фантастическим рассказчиком Он феноменально владел словом А память его была беспредельная На его рассказы собиралась охрана Которая тоже, развесив уши Он получил особый статус в лагере Его не выгоняли на общие работы постоянно И охрана По его просьбе Дала ему бумагу Заручившись честным словом И ежедневным контролем И карандаш дала Который надо было обновлять Только что ластика не было Поэтому, кстати, ему было трудно Без права на ошибку Так вот, он получил возможность Писать ноты И поскольку он знал оба тома Хорошо темперированного клавира Йоганна Себастьяна Баха Наизусть И восхищался, так сказать, беспредельно Этим он решил создать Свой вольт-эмперист клавир Хорошо темперированный клавир 20-го века У них не было бумаги У охраны, а охрана давала И тогда ему дали телеграфные бланки Вот он был счастлив Потому что бланки были длинные Длинные, да И писал он, конечно, и с обратной стороны И с прямой Там прямо по телеграфным этим знакам Потом я расшифровывал И мама моя расшифровывала Долго сидели, вглядываясь В эти уже померкшие, так сказать, значки Вот такая была история Я предлагаю послушать Ре-мажорную «Прелюдию и фугу» Запись из зала «Мариинка-3» Из Санкт-Петербурга И она исполняет лауреат Многих международных конкурсов Андрей Гугнин Это как раз один из диптихов, да? Это один из диптихов, да Один из Слушаем, пожалуйста ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Огромное вам спасибо за то, что мы смогли послушать фрагмент музыки вашего отца. И вообще за этот рассказ, абсолютно пробирающий меня лично до мурашек. Чего не можем избежать в нашем разговоре, так это темы, которые вот все авангардное течение не только музыкантов, но и художников, и, я думаю, сценографов очень вдохновляло. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА как Прокофьев, даже они этого не избежали. Только если по названиям пройтись. Прокофьев «Стальной скок», Шостакович балет «Болт», Авраамов «Симфония гудков». У Задиратского завод есть. У Задиратского завод уже упоминалась фамилия Масалов. Один из основоположников. Ровесник века. Ровесник века. Пламенный революционер. Пламенный революционер. И вот именно авангардист, авангардист. Он отрицал прошлое просто потому, что в то время он не жил. Он был моложе и как раз продукт этого времени. Именно 900-го года рождения. В 1917 ему было 17. Он был другом моего отца. Они дружили очень. И больше того, он вообще был привержен немножко к алкогольному делу. И этот синдром его иногда подталкивал к совершенно неординарным движениям. Например, он дважды залезал на памятник Островскому около малого театра. Прямо на голову Островскому садился и на всю площадь кричал «Да здравствует Миклуха Маклай!» Миклуха Маклай хорошо звучит. Да, чисто сонорный эффект его привлекал. На самом деле, да, одна из самых печальных фигур. Он дожил до 1973-го года и после 36-го года музыку писал. Писал, да? Музыку писал, да. Он писал в год по параторий, посвященный октябрю или концерты на темы союзных республик. Музыку глубоко тональную, очень такую уравновешенную и правильную и подписывался умерший композитор Масолов. Вы знаете, есть в психологии учения о разных психотипах людей, да, вот есть такой психотип, которого не нужно сильно наказывать, да, а которого нужно задержать и продержать в одиночке буквально несколько часов. И это ломает его восприятие мира и после этого он больше ничего не сочиняет и не пишет. Так с ним и случилось. Да, так с ним и случилось. Его действительно перевоспитали. Вот, его поломали и перевоспитали. Осталась даже фотография его в лагерном жуткая, совершенно жуткая. Вот, да, жуткие вообще вот глаза абсолютно сломанного человека. Очень печально. Ну вот я хочу предложить, чтобы мы послушали фрагмент достаточно известного сочинения, а именно завод музыка-машин, да. Знаешь, почему известного? За границу попал в свое время. Его услышал Тосканини и увез в партитуру. И она была исполнена в 30-каком-то сейчас, не помню, году NBC под управлением Тосканини. Собственно, котичка вылетела из клетки. Вот, поэтому эту пьесу знает весь мир. И это правда. Да. Пожалуйста, слушаем фрагмент. Субтитры создавал DimaTorzok КОНЕЦ 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 Сегодня авангард жив или он умер? Или он в музее? Как вам кажется? Он жив. Я работаю на кафедре композиции Московской консерватории. И как раз, кстати, мне приходится слушать новые сочинения. Они все в сущности авангардны. Они все абсолютно построены на новых принципах звукосвязей. И каждый из создающих свой дипломный проект, кстати, музыкальный, он ищет именно свой какой-то новый путь. Свой. Индивидуально. Надо попасть в свое время. Попасть в свое время. Они чуть впереди. На то они и авангард. На то они и авангард. Который через сто лет становится классикой. Я завидую вашим студентам. Но, к сожалению, мне надо прощаться. Поэтому я хочу поблагодарить, сказать вам огромное спасибо вам, Всеволод Силович. Спасибо. И вам, Александр, за то, что вы были героями программы «Нескучная классика». Огромное спасибо за очень увлекательную и познавательную беседу. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Извержение авангардного вулкана было настолько мощным, что пепел в воздухе не развеялся до сих пор. И поэтому нашу сегодняшнюю встречу я хотела бы завершить словами нашего современника, замечательного композитора Сергея Слонимского. Пусть явится и торжествует величайшая милость природы и общества, вожделенная свобода творчества. И тогда третье тысячелетие станет золотым тысячелетием свободной музыки. С вами была Сати «Нескучная классика». Субтитры создавал DimaTorzok